Привет, меня зовут Алексей Дротенко, мне 16 лет, я из Тирасполя. Катать я начал, потому что все мои друзья, с кем я общался. Долгое время проводили в скейт-парке у нас в Тирасполе. На самом деле, до скейт-парка у нас было всего два-три скейтера, которые, скажем так, отцы тираспольского скейт-бординга. После скейт-парка больше молодежи стало приходить и больше поднимать навыки, хотя самое главное в этом даже не скейт-парк, а самое главное в этом скорее желание кататься. В Тирасполе есть пара самых ходовых спотов, их около четырех-пяти, наверное. Также есть один открытый парк, в котором мы катаемся зимой. Но лично я провел прошлую зиму скейт-бординга под навесом у школы и всю зиму он в холоде тренер. В принципе, меня Тирасполе устраивает, разве что не очень большие зарплаты, а в целом неплохо. Все друзья, все поблизости. Привет, меня зовут Филипп, я из города Тирасполь. Катаюсь полтора года и начал кататься, потому что увидел профайлы американских прорайдеров. Первый профайл кого увидел, это арон-кар. Ну, это из Брелл скейтбординг-канал есть. Но до скейт-парка просто ездили по улице, а потом я начал учить трюки и понеслось все. Сколько бы ты ни катался, ну, вообще нас всегда выгоняют. Последний случай, когда у меня был, это когда забрали нас с участка. Мы катались в драмтеатр, ну, у нас место, где мы там катаемся. Вышел охранник в избу, в милицию, и нас поехали, забрали. Потом нас посидели там два часа, три, и нас отпустили. Привет, меня зовут Дима, салк-сан, я из Тирасполя, мне 16 лет. До скейт-парка я просто катался ради удовольствия, а когда построили скейт-парк, я начал учить трюки. Можно было бы отремонтировать наш парк сначала и добавить пару новых фигур. Мои любимые бренды — это Jard, Sovern, ну и Nike skateboarding. Моя мечта уехать либо в Испанию, либо в Америку, там, где это дело очень сильно развито. Моя мечта уехала. Моя мечта уехала.